Гримёрная комната – место, где артисты меняются внешне, иногда до неузнаваемости. Образ создают в соответствии с эпохой, в которой происходит действие спектакля. Для роли Хеллен в постановке «Мадам Рубинштейн» главная героиня надевает парик и делает прическу в стиле 50-х-60-х. Важный акцент – насыщенный цвет губ. Магия преображения с помощью косметики – занятие кропотливое. Бывает более сложный грим, возрастной грим, характерный грим. Это предполагает иногда клеем, допустим, брови, носы клеем, наносим морщинки. Ну а если это грим обычный, скажем так, современного человека, то просто накладывается тон и делается ярче черты лица. Подводятся глаза немножко, губы, чтобы они стали более выразительными. Встречают, как известно, по одежке. Особенно на сцене. Цвет, фасон, ткань – здесь важно все. У спектаклей два актерских состава. Отсюда и наряды-близнецы. За сохранностью более 5000 изделий следят костюмеры. Они же за кулисами, как волшебные феи, мгновенно меняют образы артистов. За 45 минут до начала спектакля актер готовится к своей роли. Вот, мы приносим костюмы, одеваем, если надо по возможности. Какая-то часть костюмов сносится вниз во время спектакля, происходит переодевание. И бывает такое, что за считанную секунду нам надо переодеть. На многочисленных репетициях оттачиваются движения и реплики. На генеральной все должно быть, как и на премьерном показе. Одно только отличие – пустой зрительный зал. Руководит всем процессом режиссер-постановщик и его помощники. Они притворяют в жизнь пьесу австралийского драматурга Джона Миста, легендарной основательницы косметической линии Хелен Рубинштейн. История наполнена семейными конфликтами и борьбой с конкурентами. Творить и показывать миру и людям то, что может быть где-то скрыто, далеко в закромах. Очень много нюансов, которые помогают спектаклю его воплотить истинную какую-то мысль, которая заложена, обязательно нести, конечно, воспитательную функцию для зрителей. Результат рекордной двухнедельной подготовки – полуторачасовая трагика медиа. Впервые на малой сцене мадам Рубинштейн. В камерной обстановке артисты создают атмосферу Нью-Йорка середины 20 века. Помогают в реализации задуманного и осветители, звукорежиссёры, реквизиторы, гримеры, постежёры, костюмеры и монтировщики. Слаженная работа театрального коллектива достойна нескончаемых аплодисментов и звонкого браво. Я бы ещё очень-очень хотела поздравить всех тех, кто сегодня преданно служит театру, с Международным днём театра, и всех поклонников и любителей театрального искусства, и сказать, что мы вас любим и ждём. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.